В свое время, лет 12 лет я начал в колхозе работать. С этим просто надо жить, любить. Я не жалею. Мы больше боремся за качество, ну и за количество. Но за последние 4 года у нас в сельское хозяйство инститировано где-то порядка 4,5 миллиардов. По крайней мере, я видим, вот это и есть. Олга. Приветствую. Добрый день. Спасибо, что нашли время принять участие в нашем проекте, который называется 100% Татарстан. Здесь мы встречаемся с разными людьми, представляющие разные отрасли, которые рассказывают о себе, о жизни, о перспективах о нашем Татарстане. Но начать, конечно, с пандемии хотел. Как вы пережили этот период? Насколько было тяжело? Может быть, насколько тяжело сейчас? Прожили... Трудности были определенные, но фактически, я думаю, фактически прошлый год мы повторили. Чуть даже с улучшением. Было начало пандемии увеличение спроса, потом пошло в откат. Но последние уже полтора-два месяца все идет как бы стабильно. Чем занимается ваша компания? У нас многопрофильная компания, сельскохозяйство. У нас порядка 50 тысяч пахотных земель, 25 тысяч поголовья КРС, из них 5 тысяч дуинного стада. Со шлейфом около больше 15 тысяч быков на откорме на сегодняшний день. Значит, в состав включаются два местокомбината, производство колбас, 15 тонн в сутки. И местокомбинат с линией убоя на сегодняшний день порядка 100 голов в смену. Отрасль сельского хозяйства в бизнесе считается одной из самых высокорискованных. Как вас вообще угораздило прийти в этот бизнес и этим заниматься? Ну, я всегда с шуткой отношусь, скажем, в свое время, лет 12 лет я начал в колхозе работать, на свиноферме, на агрегате витаминной муки. У нас был мировой такой представитель колхоза. Я как-то в один день пришел, говорил бабушке, хамазян обуви уйдет, за невесту я и приду представителем колхоза. Это была моя родная деревня, там 3600 гектарности. Каждый год у нас пополнялся земельный фонд. Сегодня же день порядка 50 тысяч пахотных земель. Это прибыльный бизнес вообще? Если правильно выстроить, то он прибыльный. Вы зарплату людям платите, у вас много людей работает, да? Сколько человек трудится? Больше тысячи, 1171. Это население нескольких населенных пунктов, деревень? Ну, практически у нас полурайона. 60% района. Прошло уже... Сколько лет? 22 года, да, вы занимаетесь этим? Вот по прошедствии 22 лет. Когда было? Какой самый тяжелый период? Когда начинали кризисы? Вы же тоже все это переживали, да? Вместе со всей страной, с республикой. Как становление вот этого шло ваше? Это первые 2-3 года, когда все это было... День этого опыта, выстраивание, накопление, то есть создание команды. Ну и, наверное, в каждом переходном периоде какие-то были трудности. То есть сначала это был местный комбинат по производству колбас, потом 11 лет назад пришло сельскохозяйство, тоже определенное. Ну, фактически тут сказать... Пахать, сеять, корма там... Это же совершенно много... Ну, это работа, это работа, с этим просто надо жить, любить, заниматься этим. Вообще, если бы 22 года назад вам сказали, что вот будет вот все так, вы бы еще раз начали бы этим заниматься? Наверное. Я не жалею. Что самое трудное сегодня для бизнесмена? В сельском хозяйстве. Даже затрудняюсь ответить. Наверное, спрогнозировать, скажем так, наверное, может быть, где-то и политические риски, которые где-то нас теребят долларом, с евро. Налоги, я не знаю, законодательство. Ну, наверное, и второй, это, наверное, самый большой, это кадровый резерв, создание кадрового резерва, подготовка. Производство высокотехнологичное, и вам не хватает подготовки людей, которые приходят? Ну, это один из бизнесов, где без людей в любом случае не обходится. То есть, если даже это производство колбасы, в любом случае, ручной трутом машины без людей не работает. Комбайн без человека пока у нас тоже не может происходить. Сейчас же все вот эти новые технологии, новые аппараты, загнал туда стадо, кормишь, поешь, чистишь, это все в одном месте, и там людей почти не надо. По сравнению, да, по сравнению с тем, что было 20 лет, 30 лет назад, да, конечно, мы отошли, то есть уже, но в любом случае, когда сама система большая, в любом случае, народу много. У нас больше тысяч человек заняты на производствах. А вы специально не направляете молодежь на обучение, занимаетесь подготовкой кадров? Обучаем, обучаем, и к себе специалистов привозим, на местах обучаем. В принципе, в сельскохозяйстве мы по животноводству применяем израильские технологии. Специалисты, как наемные, они практически, ну, до последнего времени, пока пандемия не началась, то есть у нас по договорам ежемесячно приезжали к нам. Наши специалисты мы тоже отправляли в Израиль на недельные курсы. Рифат, а почему Израиль? Почему вы от этого не взяли технологии? Есть же более, как бы, такие, ну, известные бренды на сельскохозяйственном рынке, да, я не знаю? Ну, Израиль, скажем так, один из сильнейших по молоку, по производству молока. Ну, и, в принципе, наверное, так получилось, что пять лет назад мы познакомились с человеком, сложились отношениями. Они не инвестировали сюда? Нет, нет. То есть инвестиции все равно в ваши? Да, все наше. Мы, единственное, переняли их опыт, купили оборудование. И на их оборудование, то есть на сегодняшний день. С их технологиями? С их технологиями, я считаю, определенных успехов мы добились в молочном животноводстве. Как вы конкурируете с мясной продукцией завозной? Не знаю, австралийской, там, вот еще что-то сюда идет. Ну, мясная продукция у нас по откорму не такой большой опыт. Это практически, наверное, третий год. Молочная? Ну, молочная мы пока все сдаем в сыром виде, поэтому тут мы больше боремся за качество, ну и за количество молока. А с какой готовой продукцией вы конкурируете? Колбасные изделия. На сегодняшний день, это значит, кроме колбасных изделий, охлажденное мясо, замороженное мясо. Австралия, Бразилия. Ну, Австралия сегодня, так как бы уж оно не столько, по крайней мере, завозное, уже появляется и российское мясо, Миратург, Заречное. И татарстанские предприятия у нас, то есть, в принципе, рынок-то он насыщен. Вот, насыщен. Как вам удается конкурировать? Ну, наверное, мы тоже, опять же, скажу, в начальной стадии. У вас все 15 тонн, которые вы в день производите, расходятся? Да. Куда? Магазины, рестораны? Ну, мы на сегодняшний день, по колбасным изделиям, это значит, территория в 500-600 километров по радиусу. Это у нас Кировская область, Удмуртия, Башкирия, Самара. Ну, и Татарстан. Татарстан, да, Татарстан практически, то есть, не практически, а Татарстан весь. По мясной продукции на сегодняшний день мы сотрудничаем и с Москвой, и с Питером. Отправляете? С охлажденным, да, то есть. Ну, скажем, у нас еще есть большой потенциал. Мы только в начале пути. Круто. Инвестируете как? Собственное средство, выручка, кредиты берете, поддержка какая-то государственная? Что? Кредиты и все, что практически заработано, ну, все уходит на развитие производства. Примерно объем инвестиций в год вы можете сказать, сколько вы инвестируете? Порядка миллиарда в год. Миллиард в год вы инвестируете? Ну, за последние 4 года у нас в сельское хозяйство инвестирует где-то порядка 4,5 миллиарда. 4,5 миллиарда. И как отдача? Банки не душат? Нет, пока мы выполняем все обязательства, да, то есть, тут единственное, при развитии, ну, делаешь шаг, чтобы сделать второй, надо постоянное пополнение и развитие. Развиваем одно, вылезает второе, начинаем больше зерна производить, значит, нужны мощности по переработке мощностей. Поэтому начинаем больше выращивать по скоту, какое-то оборудование, места переработки. Ну, в принципе, это таком, как в год оно. То есть, если остановитесь, то смерть, так я понимаю. Ну, наверное, это, в принципе, бизнес. Бизнес должен шагать. Бизнес должен шагать. Как вам помогает государство шагать? Какие льготы, какими вы пользуетесь? Ну, на сегодняшний день это льготные кредиты по снежным ставкам, компенсация, то, что касается сельскохозяйства, это компенсация затрат на капположение. Ну, субсидии на молоко, в принципе, тоже играют существенную роль. Программа, татарстанская программа 60 на 40 на модернизацию техники очень хорошо помогает. Вы знакомы с кем-то из наших чиновников от сельского хозяйства? Как у вас отношения складываются вообще? Ну, у нас очень честные контакты. То есть мы и вместе с сельхозом, в рабочей группе тоже, это постоянная, скажем так, даже постоянная связь, наверное, раз в три дня и по телефону, как минимум. Ну, и в рабочей группе мы прям плотно работаем. Чем отличается Татарстан по поддержке вашего вида бизнеса от других регионов? Вы же общаетесь, наверное, с коллегами? Разница большая, может быть, я не скажу, как общаемся, как в других регионах. Но суть в том, что поддержка нашего месельхоза есть, мы ее ощущаем. В принципе, на каждом уровне, кроме того, что прямые по субсидиям по этому, есть куча программ, которые помогают. И по строительству жилья для молодежи. То есть еще и бытовые какие-то вопросы? Да, социальные вопросы. Руководство бывает у вас на предприятии? Да. Марат Готович бывал? Бывал. Рустам Горгалевич? И не раз был. Бывал. И Рустам Горгалевич бывал. Буквально неделю назад Рустам Горгалевич посетил нас. То есть вы чувствуете вот это внимание, да? И как, когда президент что сказал? Ну, о проблемах каких-то вы ему жалуетесь или говорите? Скажем так, по последним встречам мы не озвучивали никаких проблем. Тут была встреча такая, что это облет полей. И кроме всего, что мы занимаемся, это было открытие второго спортзала. Бытовые какие-то, да? Создание условий для жителей. Да, это за счет нашего предприятия. Рифат, а скажите, сбыт как у вас налажен? Тестично мы участвуем в торгах, в школьном питании. Поставки осуществляются. И по месту тоже самое. Есть определенный контракт. Выигрываете? Отчасти. Отчасти? А почему не? Вы же местные производители, да? По цене не можете конкурировать? Ну да, по цене получается. Бывает, что по цене. Бывает, что есть контракты, которые надо осуществлять. Если даже по цене выиграешь, ну, очень логистика составлена так, что... Не очень. А бывает, что некачественные конкуренты заходят в эти тендеры, выигрывают и потом кормят наших детей? Ну, это бывает. Поэтому, конечно, та тендерная система, которая работает сегодня, ну, может быть, я бы пересмотрел. Все-таки хорошая вещь дешево стоит, не может стоить. То есть, может быть, и в поддержку республиканского предприятия у нас местокомбинатов достаточно, которых... Как минимум 10 или 12 хороших местокомбинатов есть, которые могут производить хорошую продукцию внутри республики. И, наверное, можем сделать какие-то годовые контракты с жесткими условиями по качеству и уже не проводить эти тендерные. Сделать годовой контракт с определенной ценой, ну, и потом уже проверять на качество. Кто-то выигрывает из-за пределов и не поймешь, сколько мяса в этой колбасе, так, что ли? Ну, и в колбасе, и в самом мясе. То есть, это же у нас же тоже большое... Сколько мяса в мясе. Да, большой рынок, то есть, в принципе, сегодняшняя технология же тоже позволяет увеличить вес мяса. Как? Ну, массирование, да, массирование мяса, поэтому... Белок туда какой-то вогнать, там, я не знаю, что. Да. Вы с зарубежным рынком, как пытаетесь выйти, выходите, какие перспективы в этом отношении, чтобы экспортировать нашу продукцию? Напрямую на сегодняшний день мы не работаем, но работу по сертификации мы начали. Определенные шаги начали делать. На сегодняшний день мы определенные виды отправляем, но это уже через посредник, который часть отправляет на Китай. Это, в принципе, продукты, убои мяса. Отправляете немножко. Да. Возвращаясь к предыдущему вопросу, вот, это тоже интересно, сколько должна стоить колбаса, если она вот из нормального, настоящего мяса сделана? Ну, она должна, если мясо 300 рублей, наверное, в пределах этого она должна стоить. То есть, если колбаса стоит 100 рублей, это значит, там нет мяса, да? Там, наверное, нет мяса. Ну, за килограмм, я имею в виду, да? Вы реконструировали спортивный комплекс, который, кстати, президент открывал своими силами. Почему вы занимаетесь этим? Это же не относится к производству мяса. Второй уже спортзал. Даже второй уже. Второй. Какая-то социальная ответственность бизнеса, скажем. Потом это все сделано в деревнях, где фактически проживают наши работники, детских работников. Ну, и хотелось бы, чтобы через спортзал какие-то все-таки, пусть они не олимпийскими чемпионами станут, но выросли просто людьми. Здоровыми, как минимум. Так и? Ну, это вас не заставляет, там, глава администрации, там, или это? Нет, нет, нет. Блиц. Вопросы. Каким образом изменится Татарстан через 10 лет и через 100 лет, на ваш взгляд? Наверное, коренно, с нашими темпами. То, что делает правительство, то, что делает, скажем, народ республики. Ну, мы и так уже, по сравнению, когда выезжаешь за границу, республики, мы и так считаем, мне кажется, другой планетой. Ну, в любом случае, останавливаться нельзя. А где для вас в Татарстане место силы? На родине, дома. Дом. Дом. Целеустремленность, ну, тут, наверное. По крайней мере, я видим, вот это есть, Олга. Чего не хватает Татарстану? Да у нас, в принципе, все есть, море только добавить. Если тебе пришлось уехать из Татарстана, чтобы взял на память из республики? Даже не могу сказать, чтобы взял. Я почаще приезжал, наверное. Бык, который стоит перед вашим предприятием, его не увезли бы? Нет, ну, это подарок. Это подарок наших партнеров давнишних, которым мы с ними работаем уже больше 20 лет. Ну, это их подарок, открытие. Что за подарок? Ну, бык. Бык. Натуральную величину? Натуральную величину, да. Из чего сделан? Ну, там он из пластика, видимо, как бы, ну, это для уличных. Как уличная скульптура, да? Да, уличная скульптура. Хорошо. Молодежь, чему можно сегодня у нее учиться? Ну, наверное, креативности. Хорошо. Ваши дети живут в Татарстане? Да, нет. Почему? Собираются жить? Собираются. Собираются. Вы, как отец, не указываете? Я нет. Или это по собственному желанию? Ну, у меня, в принципе, пока они учатся. Маленькие? Ну, не совсем маленькие. Старший, 21, младший год. Старший осваивает? А зая профессия не понимает? Хорошо, спасибо вам большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok